Итак, восходит к концу наше новогоднее мероприятие. Сегодня последняя елка, старшая, самая крутая. Я чувствую, будет. Всем добрый вечер. Мы с вами сегодня здесь собрались, чтобы отметить наш праздник, который скоро-скоро будут праздновать все, Новый год. Я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, успехов в учебе, чтобы все, что у вас было плохое и хорошее совсем, оно осталось в старом году, а в новом году, чтобы все ваши желания сбывались. И сегодня хочется подвести итог. У нас еще самое, наверное, главное было. Это Олимпиада, где мы вновь, и вы, вернее, показали свои результаты. Значит, мы получили в этом году 66 призовых мест. То есть опередили все остальные школы в городе и в районе. Поэтому это ваша заслуга. Мне хочется сегодня вручить вам ваши награды. Итак, грамотой за третье место в муниципальном этапе Всероссийской Олимпиады школьников по литературе учитель Калинина Светланова Валентиновна. И грамотой за второе место также в муниципальном этапе Всероссийской Олимпиады школьников по обществу знаний учитель Рыжаков Алексей Александрович награждается невредимого Варвара. Грамотой за второе место в муниципальном этапе школьников по литературе учитель Сокова Наталья Геннадьевна. Грамотой за второе место по обществу знаний учитель Рыжаков Алексей Александрович награждается Ивлечева Карина. Грамотой за третье место в муниципальном этапе школьников по ОБЖ учитель Галкин Максим Николаевич награждается Гачина Виктория. Грамотой за первое место в муниципальном этапе по литературе учитель Калинина Светланова. Диплом первой степени Олимпиада школьников по биологии учитель Кинаевская Галина Николаевна. Диплом первой степени Олимпиады муниципальной олимпиады школьников по английскому языку учитель Шалыгина Екатерина Александровна. И диплом первой степени муниципального этапа школьников по истории учитель Горохова Людмила Валентиновна вручается Мишетбаеву Тимуру. Диплом первой степени Олимпиады муниципального этапа школьников по математике учитель Нова Жилова Ирина Игоревна. Третье место Олимпиада по обществу знаний учитель Рыжаков Алексей Александрович. Второе место Олимпиада по русскому языку учитель Сокова Наталья Геннадьевна. И диплом первой степени по праву учитель Рыжаков Алексей Александрович. И также диплом первой степени муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике Учитель Соков Евгений Александрович Вручается Алябиной Лене О, Лена, 11-й класс Красавица, умница Она не побольше заняла первое место Но она пошла на физику Я ее запустил Молодец, Алёнушка Браво Еще раз всех с наступающим праздником Успехов и удачи вам Круть, просто круть, это наша чемпионка За окном зима Время самых хороших дней И самых длинных ночей Но мы любим это время года Ведь именно зимой к нам приходит Самый веселый, самый любимый С детства праздник, Новый год А вместе с ним Приходит хвойное Радостное настроение Счастье, перемен, надежда В наше время Взрослые и дети Перестали верить в чудеса Но чудеса же существуют Ведь так? Чудеса Это нечто волшебное Во что хочет верить Каждый маленький личинус Если что, я так детей называю Продолжим Большая часть волшебства в мире Кажется несуществующим Потому что мы Слишком слепы Или слишком заняты Чтобы его увидеть Я не буду голословным Я докажу тебе И ты будешь удивлен Настроен ли ты, друг, на чудо? Да Я знаю, что это все пустые слова Но ты увидишь Ты обязательно увидишь Оно окружает тебя Повсюду Всем привет, дорогие друзья Сегодня мы у тебя Про мою трансляцию На инстаграме С вами сегодня Я, Влад Ярослав Привет И Таня Привет Сегодня мы поговорим На такую тему Как Новый год Вот Блин, много меня кто спрашивает Буду ли я его отмечать Я вот, честно говоря, не буду А вы будете? Нет Не знаю Нет, нет А что такое прямой эфир, Влад? Прямой эфир? Да, подожди Кто-то подключился Не понимаю Надо посмотреть, кто это Так, ну-ка Что такое? Не понимаю Дедан Мороз Это кто? Мороз Это твой подписчик? Какой подписчик? У меня не было таких подписчиков даже Я настоящий Дед Мороз Да-да Конечно Кто тебе поверит-то? Сто процентов фейк Вот я тоже думаю А ты докажи Я вам докажу, что я настоящий Дед Мороз Да-да Дед Мороз Попробуй Ты думаешь, тебе кто-то верит? Без проблем Так, тебе дох, тебе дох О-о-о Ну, конечно Фонарики включить Так, я тебе поверю, что ты Самая настоящая магия Очень сложно Ну, я сейчас вам точно все докажу Вот смотрите Вот этот посох Видите, да? Сейчас он Придит прямо К вам Это что, дорогой? Ты как это сделал? А вот так Ты не верил в чудеса? Приказал По-любому здесь какой-то подвох Это все неправда Никакого подвоха Это чистое волшебство Ага Конечно Волшебство не бывает Да-да, поверю Я тебе Даже твой посох, который только что у нас прилетел Он очень настоящий Выглядит-то как палка какая Как это настоящий? Вы думаете, я вам свой настоящий посох отдам? Да что ты на палке в носке? Ты че? Какой-то посох А сейчас Произойдет самое настоящее чудо Ага И я вам Докажу Что они Существуют Наркоманская заставка Эй, Влад, ты что прикалываешься? Ты где? Выходи Владос, ты где? Это не смешно уже? Выходи Да что вообще происходит? Куда делся этот старый дед? Ты что-нибудь понимаешь, Ярик? Если честно, у меня странные сравнения по этому поводу Так, ладно Давай завтра разберемся В нашем все расскажем Что происходит? Где мы находимся? Старик Я домой хочу Ха Поколение Пекси Какое же все-таки оно неосознанное Да что ты наделал? Ты ответишь на мой вопрос или нет? Где мы находимся-то? Ха А ты точно хочешь это узнать? Конечно Ну тогда пойдем Я тебе сейчас все сам покажу Спидер на цепи Че такое? Куда они завалили? Че такое? Первый фильм Джерлок Холмс А, сейчас будет по классу наступать Сталин Точно Я тот самый говорящий год и есть Точнее, говорящая кошка Ладно, ближе к делу Я за эти годы Скажки уже разу по сто рассказывала Можешь что-нибудь новенькое сочинить Например, скажешь на детектив А что, звучит актуально Итак, приступим Жила-была Василиса Прекрасная Или нет Лучше пусть Премудрая А то Прекрасная Василиса Пруд-прудит А Премудрых раз двое в чесе Или лучше пускай будет так Жила-была Василиса Нормальная Чтоб никому не было обидно Полупрекрасная, так сказать И полупремудрая Здравствуйте, друзья И ты, кошка Матрёна, здравствуй Какая сказочно прекрасная ночь сегодня Интересно Что нет такого сказочного Обычно новогодняя ночь У меня знаешь, сколько таких было Что не ночь, что новая сказка Ну что ты Это не просто ночь Это новогодняя ночь Выступает самая астромузыка Когда будет звучать Его игра на скрипке У людей будут сбываться Их волшебные мечты Его игра так прекрасна И звуки будут разлетаться По всей земле Принося в дома людей счастье Что-то я совсем заговорилась Пора возвращать Как наши сказки Василиса сидит в своем дворце Маэстро дожидается А он тем временем Спешит по российским дорогам И российским бездорожью На бал Чтобы одарить всех людей Своей музыкой А тем временем Прослышали про Маэстро Одна криминальная группировка Которую заправляют Баба Ягасовым подельниками И решили похитить Маэстро Чтобы сбывались Только их черные мечты Ах, как быстро летит время Вроде бы недавно играл С великим Амадем Моцартом Его сороковую симфонию Изучал вальсы с Иоганом Штраусом Изучал вальсы с Иоганом Штраусом А какую музыку мне играл Бах Какие прекрасные музыканты Да Музыка Музыка живет в каждом из нас Равняйся Смирно Ой, бабуся Что-то у тебя солдапонские замашки Молчать Разговорчики в строю В нашем деле что? Правильно Антидисциплина Итак, мои коллеги Страшные силушки Слушайте нашу главную задачу Маэстро взять в заложники И скрипку передать мне Ну, пока Скрипка слушается только меня И мечты будут исполнять Если я На ней играть Вот ты будешь играть только для меня Ах, так Посадите этого несносного Маэструшку в подвал И заприте его под пять замков И разбросайте их по всему свету Чтобы их никто не нашел Так, нельзя Сейчас же прекратите А не то прекращу сказку А ты нас не пугай Недрамотные Знаем Что если уж сказка началась То посередине обрывать Никак нельзя Да Заварила я кашу Что же делать? О, есть у меня идея Пора отправляться в путь Я знаю, кто нам поможет Вы все пишите и пишите А ваш друг все не едет и не едет Шерлок Холмс Да, тут без него не разобраться Ваша почта, церк Спасибо, миссис Хатсон Ну И что же там пишут Интересного, Вацан? Да ничего особенного Правительство поздравляет народ С Новым Годом Также пишут, что в канун Рождества Снизился уровень преступности Кстати В результате чего Знаменитые черепашки Ниндзя остались без работы И в связи с перебоями в отоплении Их канализация просто замерзла Преклама Чепуха такая А вот еще Разыскивается Баба Яга И три ее сообщника Интересно Сколько лет им дадут? Самое главное, что в этой газете На самом деле это написано Чисельмены Вы не должны разговаривать О возрасте дамы Если даже речь идет о Бабе Яге Ну хорошо А вот еще Что пишут в криминальной хронике На прошлой неделе Был похищен маэстро музыки И три его Ой, его скрипка И три его скрипки Просьба нашедших Сообщить по телефону 9-132-105 Вознаграждение гарантируется Не кажется ли вам, Холмс Что нам нужно заняться этим делом? Что ж Звучит заманчиво Ну, с чего же мы начнем? Элементарно, Ватса Начнем с звонка Чего-чего? Ватса К вам пришла необычная мадам Прошу, пожалуй Итак Слушаю вас Помогите Баба Яга похитила маэстрою Волшебную скрипку А скоро Новый год Под Новый год Люди будут сбываться от мечты Но теперь все Сказочный конец Все пропало Да Дело серьезное, господа Надо их срочно найти Ватсон Как по-вашему На первый взгляд Должна выглядеть Баба Яга Ну, и куда же мы теперь отправимся? Как миссис Хатсон Ватсон А не навести пина В Каще Что-то он давно Не появлялся В криминальных сводках Ветер на стене Стучится в окно Плачет Плачет Опять Плачет Здравствуйте Плачет Плачет Дедукция Дедукция Дедукция, миленький Дедукция Итак, мы нашли три замочка из пяти И куда же мы теперь отправимся? А не навестите нам цыган Очень уж народ веселый Очень замачивая К цыганам Добро пожаловать Добро пожаловать Играет музыка Мы народ свободный, много где бываем, много что видим. Недавно пролетала над нами Баба-Яга на своем дурнолете. И, видимо, нечаянно обронила вот тот предмет. Вот там ни к чему, нечего забирать, да и некого. Давайте я вам лучше погадаю напоследок. Да, вижу, найдете, что ищете. Загляните в деревню ведьмы. Спасибо, люди добрые. Самое-самое вредное на свете. Нет, это я, самое ужасное и самое вредное на свете. Вы еще перепутали. Самое ужасное и самое вредное на свете – это я. Добрый день, мадам. Добрый день, мадам. Молоденький. Хорошо. Мы знаем, что Баба-Яга дала вам замочек на хранение. Дескать, никому не давайте. Сюрприз будет. А вам какое дело? Так вот, она вас обманула. Она хочет оставить добрых людей без музыки и веселья. Колдовство колдовством, а вот Новый год без музыки и веселья не желаем встречать. Забирайте свой металлолом. Все пять замочков. Остается найти место, где они спрятали маэстро. Но нам нужно поторопиться, ведь скоро Новый год. И как же мы их найдем? Элементарно, Ватсон. Преступники сами себя выдадут. Ага! Вот ты, Гнега! А где ж мне быть? Чай вспышка моя. А вы ко мне поделали? Так, чайку попить. Добрый день, господа. Полагаясь на свою интуицию, могу вам сказать, что вы кого-то прячете. А ну-ка, отдавайте нашего кавказского пленника. Именем закона вы подозреваетесь в нанесении вреда добрым людям, а также в их оскорблении. Ишь, какие притки! Неужто вы все замочки отыскали? Естественно, сопротивление бесполезно. Сдавайтесь! На колени. Ишь, что за дело? Ты же сама праздники любишь. Ну да, люблю. Ишь, что из этого? А то, как музыки, веселье-невеселье. А под волшебную музыку маэстро даже сбываются мечты под Новый год. Киркуду Бомбарбия. Что он сказал? Это элементарно, Ватсо. Он сказал, с Новым годом! Мой любимый фильм «Шерлок Холмс». Я недавно его смотрел. Ха! Ну а теперь ты веришь в чудеса? Ха! Еще чего? Нет, конечно! Ты просто вел меня в гипноз, ты шарлатан и мошенник! Ах, так! Молодцы! Ну хорошо! Тогда нам придется с тобой совершить еще несколько путешествий, чтобы ты мне, наконец, поверил. Ребята, он действительно пропал. Хотите верьте, хотите нет. Но это действительно так. Мы были все вместе в прямом эфире. А потом появился этот старый дед, и он как будто бы исчез. А может, его еще волчок за бочок украл. Дим, он действительно пропал. Ты понимаешь? Мы были в прямом эфире, и появился старый дед. Он пристался то ли Дедом Морозом, то ли Сантой. И Влад просто испарился. Ребят, вы точно с карбинку ездите? Да, Дим, хватит! Ну что, ну серьезно, его три дня уже нет. Я не знаю, что у вас произошло. Видимо, все-таки какие-то силы существуют. Ну или просто он нас решил разыграть. Ты знаешь какой-нибудь фильм с самыми печальными моментами? Нет, не знаю. Как же все-таки чувствуется разница наших с тобой поколений? Ты фильм «Сумерки» смотрел? По-моему, нет. Нет, не смотрел. Ну тогда, хорошего нам с тобою путешествия. Я совсем не жалею, что распрощалась с Домом. Конечно, я буду скучать по ходу. Скучать по любящей, суетливой, недалекой матери и ее новому мужу. Тема закрыта. Тогда нужно заменить статью. Можно написать до конца? Ну или о передах. Ладно. Ну или о трендовых очках, окей. Да, трендовые очки очень хорошая идея. Что это такое? Кто он здесь? Кто? Он в ее время и установил доктор Калина. Они приехали в Толяску только лет назад. Они самые по себе. Да, во всех, самым просто. Блондинка – это Родорина, а рядом с ней Эмин. У них роман. Сомневаюсь, что это законно. Они не родственники, просто живут в них. Доктор Калина – приемный отец и сводник. Удачи. Да, только влюбляешь. Что такое происходит? Что-то свет-то мигает. Тут включится, то погаснет. Удачи. 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 Получилось. Надо что-то делать. И что ты предлагаешь, например? Ну, тебе хотя бы в первую очередь поверить, что он действительно пропал. Ну так если он пропал в прямом эфире, может быть, нам тоже выйти в эфир? Еще чего! Нам ЕГЭ через пять месяцев сдавать! А вы тут обсуждайте, что Влада Дед Мороз украл. Не бред ли? Дим, давайте прекратишь истерить, а? Так и скажешь, что ты просто испугался, что с нами произойдет все то же самое. Да, давайте попробуем. Если что, сразу выйдем. Хорошо, давайте попробуем. Так, выйти в прямой эфире. Ну, что там? Что-нибудь произошло? Смотри, еще кто зашел. Смотрите, это что, Снегурочка? Какая еще Снегурочка? Ну, смотри, опять свет подключили. Куда мы попали? Что происходит? Ребят, где? Вы гниг все! Ребят! Ребят! Куда мы попали? Что за наркопанская штука? Фильм «Ирония судьбы». И чем больше, тем лучше. Ирония судьбы в исполнении 9 класса. Показательный процесс. На съемочной площадке способный, но амбициозный режиссер. Молодые актеры. Внимание! Все по местам. Мотор начали. Новогодняя ночь 3. Дубль 101. Добро пожаловать. Клопушка-то была. Музыка-клопушка-клопушка. Микрофон. Микрофон актерист. Микрофон. Да он сам сидит, он с микрофоном. И еще не так. Что? Кто вы такой? Что вы меня толкаете? Что вы меня толкаете? Что вы меня поливаете, хулиганка? Я вам не клумба. Чего? Чего-чего? Я хочу есть. И где мой польский гарнитур? Убирайтесь. У меня тут не столовая. Ну вот, стол. Хватит портить мне новогодний обед. Какая гадость! Какая гадость! Это ваша заливная рыба! Нет, он это говорит. Это Ипполит. Наденька! Стоп! Это что такое было сейчас? Вы деревяшки? Вообще, что? Где чувства ваши? Где чувства? Мне нужны ваши чувства. Обычные эмоции. Улыбаться. Грустить. Грустная новогодняя ночь. Грустная новогодняя ночь. Что? Кто вы такой? А вы меня толкайте! А вы? Что у меня? Покажите, Палита. Остановитесь! Остановитесь! Что это за слезоразлив? Мы снимаем комедию! К-а-не-ди-ю! Ты знаешь, что это значит? Вы должны смеяться! Смех! Все по местам! Внимание! Мотор! Начали! Веселая новогодняя ночь! Дубль 104! 4! 5! 6! Вы кто? Нет, вы кто? Стоп, стоп. Это какой-то сумасшедший дом уже. Вы не актеры, я вас так никогда не назову. Вы студенты Заколушенного театрального училища. Я так не могу просто. Я мастер ужаса, гений хоррора. Ёлка, молодец. Хоть немного двигаешься. Никита Сергеевич не говорил, снимай то, что умеешь. Снимаю. Хоррор. Давайте по местам. Хоррор. Давайте хоррор. Внимание. Мотор. Начали. Сумасшедшая новогодняя ночь. Дубль 105. Не видно, включите. Ну, в общем, он лег. Включите свет-то! Кто? Свет! 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 Ща включим! Что вы меня толкаете? И вообще, я хочу е-е-е-е! У меня тут не столовая! Какая! Какая гадость! Какая гадость! Это ваша заливная рыба! Хорошая! На, Деньга! Почему он ест твою рыбу? Стоп! Ладно, хватит, хватит! На этот раз мне так уж плохо, кстати! Вот, ёлка! На ёлку запал. Внимание! Танцуют все! Куда мы попали? Где мы находимся? Это что, СССР вообще? Я не знаю! Где мы? Может, у нас в прошлое попали? Вы что, не узнали? По-моему, это фильм вообще какой-то! Ирония жизни, что ли? Да что хоть ты! Ирония судьбы! Ну а да, кстати, ирония судьбы точно! Это кто вообще? Ну привет, ребята! Мы попали не в прошлое, мы с вами попали в фильм. Я потеряла дедушку своего. Ещё одна! Какого ещё дедушку? Мороз! Какой ещё? Я посмотрела его историю в инстаграм и узнала, что он пропал вместе с вашим одноклассником. Поэтому-то и нашла вас. Теперь понятно, зачем они нужны? Не совсем. А делать-то чего надо? Ну это уже другой вопрос. Не переживай! Найдём! Вы ведь хотите найти Влада? Конечно, хотим! Да! Да-да, хотим! То есть, подождите! Влад только что попал в фильм, в котором мы сейчас находимся? Нет-нет! Они могут оказаться совершенно в любом фильме. У дедушки есть волшебная машина, которую он называет лайвачка или ласточка. В этом-то и заключается вся сложная волшебство. Странно всё это слышать, находясь непонятно где, от якобы Снегурочки. Как мне выбраться отсюда? Вы со мной? Да! Где я? Давай, Депан. Раз, два, три! Ну что ж, посмотрим, может быть они в этом фильме. Да? Марш, это ты? Док, ты где? Послушай, нам надо встретиться около торгового центра двух сосен. Час пятнадцать ночи приходи. Час пятнадцать ночи? Док, где ты был всю эту неделю? Работал. Не опаздывай. Приходи ровно в час пятнадцать. Ясно. Это мои часы звонят? Да, сейчас восемь ноль ноль. Прекрасно. Эксперимент удался. Они опаздывают ровно двадцать пять минут. Двадцать пять минут? Сейчас что, восемь двадцать пять? Именно. Чёрт, я в школу опаздываю. Куда ты, Рома? Дженнифилл. Марти, туда нельзя. Стриклэн тебя ищет. Поймает. Лепит четвёртое опоздание подряд. Тихо. Идём. Всё чисто. На этот раз я не виноват. Док перевёл часы на двадцать пять минут назад. Док? Неужели выбор того самого доктора Эммита Брауна? Полончик за опоздание вам. И тебе, Макфлай, и четвёртое опоздание подряд. Подволь дать тебе бесплатный совет, юноша. Теперь стоит прекратить общаться с этим несносным человеком. Он псих. Будешь общаться с ним, наживёшь себе неприятностей. Да, ясно, сэр. И так ты со старшими разговариваешь? Макфлай, ты Аполтус. Впрочем, твой папаша был таким же Аполтусом, когда учился здесь. Я пойду, сэр. Кстати, я знаю, что твоя группа участвует в прослушиваниях на танцах. Зря стараешься. У тебя ничего не выйдет. Макфлай никогда ничего не добивались за всю историю Хиллэли. Я попробую изменить историю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Достаточно, ребята. Боюсь, это слишком громко. Следующий, пожалуйста. Кто следующий? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слишком громко. Поверить не могу. Боюсь, мне никогда не выступать на публике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Марти, один отказ еще не конец света. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, просто музыка это не мое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, ты здорово играешь, Марти. Правда. А ваша демокассета класс. Отправь ее в звукозаписывающую компанию. Как говорит он в таких случаях, если... Знаю, знаю. Если хорошо постараться, можно достигнуть всего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это хороший совет, Марти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да ладно, Дженнифер. Вдруг моя кассета им не понравится. Они сказали, что это отстой. Я не переживу такого удара. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все будет хорошо, Марти. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачем вы их включаете? Док, ты где? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вопрос у меня к тебе есть. Вот что это? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это... Это мое изобретение. Гениальное. Я работал над ним. Всю жизнь. Включай камеру, Марти. Начнем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня. 26 ноября 1986 года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, доктор Эммет Браун, изобрел волшебную машину. Машину времени. Пойдем, покажу, как она работает. 5 октября 1955 года. В этот день я сделал великое открытие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доктор, она такая мощная. На чем она работает? На обычном бензине? Эй, к сожалению, она работает на более мощном топливе. Плутоний. Плутоний? Где ты взял плутоний? Ты что, его стащил? Конечно. У ливийских террористов. Они заказали бомбу. А я им подсунул муляж. Начиненный запчастями игрового автомата. Теперь они сидят и играют. Веселое было время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, итак, восходит к концу наше новогоднее мероприятие. Сегодня последняя елка старшая, самая крутая. Меня чувствую будет. Добрый вечер. Мы с вами сегодня здесь собрались, чтобы отметить наш праздник, который скоро-скоро будут праздновать все, Новый год. Я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, успехов в учебе, чтобы все, что у вас было плохое и хорошее совсем, оно осталось в старом году. А в Новом году, чтобы все ваши желания сбывались. И сегодня хочется подвести итог. У нас еще самое, наверное, главное была это Олимпиада, где мы вновь, и вы, вернее, показали свои результаты. Значит, мы получили в этом году 66 призовых мест. То есть опередили все остальные школы в городе и в районе. Поэтому это ваша заслуга. Мне хочется сегодня вручить вам ваши награды. Надолго. Итак, грамотой за третье место в муниципальном этапе Всероссийской Олимпиады школьников по литературе учитель Калинина Светланова Валентиновна. И грамотой за второе место также в муниципальном этапе Всероссийской Олимпиады школьников по обществу знаний учитель Рыжаков Алексей Александрович награждается невредимого Варвара. Грамотой за второе место в муниципальном этапе школьников по литературе учитель Сокова Наталья Геннадьевна. Грамотой за второе место по обществу знаний учитель Рыжаков Алексей Александрович награждается Грамотой за третье место в муниципальном этапе школьников по ОБЖ учитель Галкин Максим Николаевич награждается Гачина Виктория. Грамотой за первое место в муниципальном этапе по литературе учитель Калинина Светланова. Диплом первой степени Олимпиада школьников по биологии учитель Пинаерска Галина Николаевна. Диплом первой степени Олимпиады муниципальной олимпиады школьников по английскому языку учитель Шалыгина Петерина Александровна. Олимпиады ИНТРИГЛИРА А это еще кто такие? Какие-то две сумасшедшие. Стоп, стоп, стоп. Это полицейский патруль. Капитана Диевна Смарина. Где ты, что ли? Опять ты за свое. Мне кажется, тебе пора на пенсию. Ну а вы чего? Так и ждете какого-то чуда? Да нет, тебя ждали. Давайте быстрее, мы торопимся. Пустите нас с собой тогда вас отпустим. Ну хорошо, залезайте назад. Типа гадишники их осмотрят. Понятно, они взяли с собой. Поехали? Включаем музыку громче. Хорошо, Кэп. Бананчики-чики, прикольчики-чики. Попайчики-чики-чики. Пшики-чанчики. Залимончики. Покемончики. Переходнички. Паризайнер. Помидор. Выковку. Выковку. А в какой путь мы сейчас направляемся? Нас теперь много. И нам понадобится помощь зала. Каждого класса попрошу выйти ко мне по три человека. Начинай же музыку. Давай-давай. Можно? Здравствуйте, первокурсники. Я профессор Макгонда. Сейчас встаньте. Выстрейте шуреку. Идите за мной. Гриффин-дор. Кто же из них Гарри? Будем догадываться. Походу, я знаю, кто Гарри. Хотя... Посмотри на потолок, усыпанный звездами. Его специально так заколдовали, чтобы он был похож на звездное небо. Я прочитала эту историю Хопаца. Сейчас вы наденете шляпу, сядьте на стул, и она предвидит вас на ваш факультет. Да? Может быть, я некрасива на вид, но строго меня не судите. Ведь я бы умнее меня не найти, что вы там не говорите. Шапки, цилиндры, котелки. Красивее меня спору нет. Но были бы они умнее меня, я съела в себя на обед. Все помыслы ваши я вижу насквозь. Вам не страдет меня ничего. Наденьте меня, и я вам не скажу, с кем учиться вам в Куркинор. Может быть, вас ждет Гриффиндор, славный тем, что учатся там в Кребрецы. Сердца их отваги и силы полны. К тому же, подороз. Ну, тут все понятно. Гриффиндор! Ой, Гриффиндор, определили. Шляпа. Драку Малфой. О, Малфой, похож. Все злые колдуны и волшебники заканчиваются лизами. С лизами! Какой лимит? Мам, попрофей, попрофей, попрофей. Сьюзен Бонс. Куда же мне вас определить? Не знаю, подумаю. А, точно знаю! Буффиндор! Рональд Уизли. А, еще один Уизли. А, конечно, я знаю, что с тобой делать. Конечно, Гриффиндор! Гарри Поттер. Трудно. Очень трудно. Я вижу много ума и силы, и непреодолимое желание показать себя. Только не, только не слизарин. Только не слизарин. Не слизарин? Ты уверен? Слизарин поможет тебе на пути к величию. Все здесь, в вашей голове. Вы уверены? Куда угодно. Только не слизарин. Только не слизарин. Ну, если вы так уверены, то... Гриффиндор! Ой, здесь есть гермион. Посвящение в первом окружении закончилось. А сейчас да будет пиво. Я уже ключи от дерева забрал. Я никак не могла попасть внутрь. Но ты только не подумаешь. Я тебя не поэтому искала. Ну, теперь можно и домой возвращаться. Влад, мы так переживали за тебя. Мы думали, ты серьезно нас разыграл. Да, Влад, ты так резко пропал, что мы испугались. А я знала, что ты не мог нас убрать. Блин, ребята, чудеса на самом деле существуют. Я вам сейчас все расскажу. Ну, давай. Нет, сегодня у нас на это уже нет времени. Когда мы вернемся, ты все всем расскажешь. Я побывал в нескольких фильмах по-настоящему. Серьезно? Серьезно, да? Да, серьезно. А вы на чем передвигаетесь? Это уже не важно. Главное, что все мы здесь сегодня собрались. А вам, друзья, я хочу сказать несколько слов. До свидания. Каждый день это чудо. И это действительно так. Ведь если учитывать то, насколько насыщенно может быть каждое мгновение, какое мы проживаем. Немного веры и человек способен на настоящие чудеса. И я надеюсь, что сегодня мы смогли это вам доказать. Ну, что ж, друзья. А сейчас объявляется общий танец. Вставайте к нам. Ура! Ура!